Это клинический пример. Балантат не мой, но пациентка обратилась ко мне с жалобой на просвечивание заглушки. В общем, была такая история, она протезировалась, имплантация стояла в другой клинике, когда увидела, что у нее визуализация заглушки, очень обеспокоилась тем, потому что она потеряла в свое время нижний имплантат по причине отсутствия прикрепленной десны. Такая подкованная барышня очень. Но она действительно его потеряла, действительно по этой причине. Она решила беспокоиться этим вопросом и сказала, что раз у меня заглушка видна, значит там не все в порядке. И сейчас мне влепят коронки, а я опять через 3-4 года приду с вывозившимся имплантатами. Ну и естественно было принято решение аугментировать это место на этапе раскрытия. Заглушку я просто выкрутила, это уже была дырка. Второй имплантат рядом. Он не визуализировался, он находится под десной. Трансплантат снял. Вот здесь, как вчера доктор нам предлагал его. Можно. Кофейшку порезать пополам. Нет, я не порезала пополам. Это был забран толстый один. Я его расслоила и растянула. Да. Но это позволяло объем. Просто у нее такие бугры шикарные, что можно было развернуться. Формирователи с периоделем. Разрез. Установленный трансплантат. Формирователи десной. Трансплантат только вести блянда. Да. Думаю, он честно тут схитрила. Я немножко его подзавернула вот сюда в сосочек. Потому что вот здесь сос... Ой, извините сейчас. Вот здесь сосочек было мало мне. И я подзавернула его просто еще. Но его объем позволял он такого хорошего и качества. И объемом был. Это снятие швов. Но все у нее восстановилось, зажило. То есть никаких сложностей, проблем. И посмотрите, какой мы объем на шахтах сразу получили. Вот, пожалуйста, эта история. Все межзубные сосочки. Через сколько слепки можно снять на горло? Через три месяца. Честно говоря, у меня тут позиционеры у меня этих имплантатов были вопросы. Но я не стала ее смущать этим. Поскольку она такая немножко... Уже была недовольная вся эта история тем, что с ней делали в той клинике. И я не стала ее поворачивать. Это все исправилось. Да. Мы с ней договорились, что мы с ним все исправим. Ну, я не согласна с таким позиционером в этом вебизоне имплантатов. Могу сразу сказать. А вот как вы считаете? Если вот у нас есть, особенно в области первого, второго премоляра, это самая частая проблема, мы ограничены, длительно отсутствовали, например, зубы. И произошло небольшое перемещение, да, зубов. В основном всегда это в медиальную сторону происходит. И у нас очень критично расстояние небольшое, да. Один и консоли исправлен с пятого на четвертый. Анкевоз даже три с половиной. Ну, нет, если ортонтическое лечение не учитываем. С ортонтическим лечением каждый может поставить. Это все понятно. По геоконалии поставить. Блигар-премоляр, да. Да, но про один имплантат нечестное решение, потому что тогда бы я не задавала вопрос. Я бы тоже поставила в диагональ. 14-й негла и более вестибулярно. А вот здесь доктор развел оси. Я просто кота смотрела. Ну вот... И очень близко они друг к другу. Я бы, например, выбрала положение, пусть он лучше ближе к зубу будет. Ну да, потому что нежно имплантатный зуб. Конечно. Чем они между собой. Вплантаты взять ультра 2,9 или такие. Я не знаю, я не работаю такими. Прокатывай. У них шейки. Если ты соблюдайся... Они шейки ломаются. У них шейки ломаются. На грудине уже долго нормально. Скажите, это какие зубы? 24-25. Какой диаметр? Понятия не имею. Я диаметром... Я же не ставила диаметром, я не знаю. Это какая-то корейская система. Я даже не знаю, какая. Просто... Я... Загложки от этих... Загложки это не ванна у меня, по-моему. Это не загложки, формирователи. Я свои подобрала, просто такие... Ну, скорее, все подходит. Ну, да. Поэтому это... Фармакеты это мои. Вот. Еще раз. А как поставить их расстояние маленькое, как правильно? Какое маленькое? Сколько? 7,5 миллиметров, например, там всегда в двух малярах на верхней чеписти. Меньше одного маляра. Ну, 7,5, наверное, это будет эдемир плантат. А там, как правило, так и есть. Если соблюдать 2-3 миллиметра межимфонататами, межзубные, максимальные, там никогда столько не будет. Если ты даже берешь диаметр плантата 3,5, плюс 3,5, это уже сколько? 2 диаметра 7. А где ты там еще больше возьмешь? Поэтому один. Нет, ну делают один и вешают. Здесь 12 миллиметров расстояние. Как хороший, как большой маляр получается. 12 миллиметров. Вот у меня доктор не делает там соль. Маляр. Я не думаю, что Рыжий Маля хочет какой-то маляр. Нет, нет. Он очень моделированный, как маляр. Он просто кричит от 2-3 миллиметра плантатами внутри. Нет, я согласна полностью. Вот у меня, например, ортопед, он не делает танцы. Категорически. Категорически. Ни вперед, никуда. Я вообще молчу. Вот, поэтому я все время я ставлю диагональ. Чтобы их развести и в осях. И там еще драться пока очень не было. Да. Да. Та же песня. Высокое клиническое прикрепление. По очень высоко позиционированный имплантат был. Обнажился сразу на этапе временных реставраций. Буквально в течение 4 месяцев от имплантации сразу произошла рецессия. То есть не успели никакую коробку поставить. Это мне доктор временную разрешил запилить, как я хочу. Но сделал какую-то полноценную. Это все вот у нее эти временные конструкции. А я это все отпилила. Трансплантат. Тот случай, когда он не очень хорошего качества, неровный и некрасивый. Тут хотела бы рассказать. Мы пошли по пути еще перемещения коронального и соседних зубов. Потому что доктору клинически не нравилось, что такие высокие у нее коронки будут. Ну, то есть некрасивые. У меня здесь у него еще тип улыбки. Хотя пациентку это вообще никак не беспокоило и не заботило. Да, вот это. А результата здесь нет? Нету. У меня его нету. Но мы вместе, этот доктор вместе с этой пациенткой уехали за границу во время мобилизации. Поэтому он мне никак не может прислать. И у него все хорошо. Я запроцессировала. И у него прекрасный результат. Это моя работа. Это моя имплантация. Это моя пациентка. Через 4 года после имплантации вылезла вот такая проблема. В область зуба 21 стала истончаться Десна. Но у нее вообще тонкий биотип. Это фенотипическая такая наша пациентка. Сухонкая, худенькая, маленькая. И мы решили ничего не ждать и оперировать, пока это все не облизит и не вышит. Визуализация витков уже есть. Уже есть дефект костный. Предпрепарировано все то же самое методом коронального смещения. Депитализация анатомических сосочков. Обработка витков имплентаторов. Это Нобель. Если вопросы какие-то. Нобель активнее стоит. А это пины от предыдущей костной пластики. Мы делали очень большую. Наконец-то нашли. Здесь была огромная аугментация. У нее гребень изначальный был полтора-два миллиметра на верхней челюсти. И мы очень долго шли с ним вообще к результатам. Поэтому, когда началось обнажение, я сразу бросилась в него, потому что я понимаю, что аугментированная кость, что она все равно себя ведет немножко где-то по-другому. И открыла, увидела, что там у меня был. Трансплантат. Депитализация. Также боковые участки для питания расщеплены. В них на лажах установлен трансплантат для дополнительного питания. И все ушито. Две недели. Вот, обратите внимание, они все ведут себя одинаково. Возможно, что это от коронок еще как-то зависит от того, что это какая-то крышечная часть. Вот, вот, нет вот такого прилегания, как на собственном зубе через 14 дней. И опять вот это вот такое длительное, длительное, пока вот эта флотация до конца не закроется. Конечно, биотип изменился. Визуализирующиеся витки флота, как мы убрали. Все благополучно, но... А, Александр, а почему не думала, что можно было больше еще дорастить? Можно было, да. Но тонкая десна меня очень смущала. Я вам больше могу сказать, что я вообще СТНО раньше работала только в момент своей установки имплантатов. Сейчас я делаю по-другому. Это же я вам показываю старые достаточные работы, которые имеют уже стопроцентные результаты с отсутствием рецидива, да. То, о чем постоянно говорят, что у вас все упадет через два года. Как я рассказывала, что пациент... Что это... Кажется, я не рассказывала. Ну, если вы ее поставили, то какие-то сниженные проблемы, допустим, разошлись? Ее надо обязательно перекрыть лоску, там все, больше ничего. А если, допустим, вы перекрыли, и там какие-то процессы, допустим, распалительные сошли, вы тогда все раскрываете? Я вообще ничего никогда не трогала. Зачем тогда лезть-то? Пусть все равно все заживает. Ну, воспалительные, но у всех по-разному заживает. Ну, у всех же разные, как бы, да, процессы. По-разному, по-наблюдению. Есть пациенты, у которых регенерация через воспаление вообще проходит. Вот у меня есть такие пациенты. В итоге все равно у них все это заживает. Вот это вот истеричное все достать, вытащить, высыпать обратно в карман себе, я не понимаю. Нет, зачем вы туда лезете? Не надо этого делать ни в коем случае. Как в руке? Так, хирургическая травма, раз. Потом вы опять туда влезли, хорошо, как вы посчитали, у вас не получилось. Что вы, вы еще раз травмировали эти ткани? Нет. Зачем? Конечно, конечно. И пациенты так и рассказывают, самое интересное, что вот, мне зачем-то туда все время лазили, что-то там доставали, чистили бесконечно. Нельзя было меня... Вот, это их просто вот монолог бесконечный, я вот все это слушаю. Всего лишь их просто не трогать. Подождать, дать им возможность успокоиться, сказать, ну там вот плащите, мажьте, живите какой-то активной жизнью, не курите. Вот минимум. Ну да, это вот уже такое длительное наблюдение. Здесь вот все очень хорошо. Это операция года, наверное, 15-го или 16-го. Ну а вот эта пациентка, это в прошлом году, она ко мне постоянно приходит на осмотр, на все, ну, она регулярно наблюдается. Я еще раз намечу, что женщины более-таки ответственные. Все равно все время у тебя как-то на карандаше рядом с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok